Сызранская школа в отдаленном районе города. Здесь работает всего одна спортивная секция и только два раза в неделю. Говорят, что спортивным организациям открывать секции на окраине города просто невыгодно. Желающих заниматься мало. Но эти шестиклассники так увлечены физкультурой, что не обращают внимания даже на приехавших телевизионщиков. В этой школе учится порядка 400 человек, но в Сызране есть школы, где учащихся втрое больше. Разумеется, городским федерациям выгоднее открывать спортивные секции именно там. А родителям остается вести детей, заниматься спортом где-то в центре или в густонаселенном районе. Как привлечь спортивные федерации в школы в отдаленных микрорайонах? Этот вопрос рассмотрели на заседании Думского комитета по социальной политике. Специалисты пояснили, что большинство секций организуют сами школы. С помощью Дворца творчества детей и молодежи, а также спортшколы Олимпийского резерва. А вот секции некоммерческих организаций зачастую существуют на взносы, которые платят родители. Чем меньше детей в районе, тем ниже рентабельность секций. Данная проблема, скорее всего, возникает в связи с тем, что не настолько востребовано со стороны населения определенные, например, даже определенные виды спорта. При этом в центре города и юго-западном районе учебные заведения спортивным голодом не страдают. Секции работают ежедневно буквально до восьми вечера. Позже уже санитарные нормы не позволяют. Сделать доступность спорта равномерным по городу пытаются помочь инструкторы центра спортивных сооружений. Но они бюджетники, в средствах ограничены и занятия ведут только в семи школах. Ну, куча на самом деле проблем, конечно, начиная от минимальной заработной платы до дефицита спортивного инвентаря. Хотелось бы, конечно, чтобы инвентарь был понасыщеннее, побольше, и тогда работа будет более эффективна. Депутаты рекомендовали специалистам от спорта совместно с Западным управлением образования провести опросы родителей о том, какие спортивные секции заинтересовали бы школьников, и попытаться открыть новые в районах, где их недостаточно. Анатолий Волошинский, Никита Кожевников. Вести детально.